Здравствуйте! Сегодня мы проводим наш очередной семинар по инвестициям в недвижимость. Меня зовут Ольга Успенская, я риэлтор, работала риэлтором в Москве в течение 11 лет, приехала в Канаду и в Канаде работаю с 2006 года, тоже риэлтором, вот уже 13 лет. Сегодня мы с вами поговорим об инвестициям в недвижимость. В моем понимании инвестициям в недвижимость это не просто купить дом, который вам понравился, но цель покупки должна быть, чтобы, если что-то случится в жизни, если придется этот дом продать через 2 года, через 5 лет, чтобы вы могли вернуть ваши вложенные деньги в первый взнос, плюс вы должны удвоить, утроить эти деньги за эти 4-5 лет и заработать на этом. То есть дом должен не только приносить вам удовольствие, но и быть хорошей инвестицией. Как инвестиции? Самая простая инвестиция это покупка вашего дома, где вы живете, вы экономите деньги на то, что вы не платите чужую ипотеку, и постепенно выплачивая свою ипотеку, вы становитесь богаче, и у вас есть возможность этот дом продать, когда вы станете пенсионером, и это будут ваши деньги жить на пенсии. Это может быть конда, по-русски квартира, или плекс, в котором вы тоже можете проживать. Почему покупка плекса очень интересна для первых покупателей? Очень многие крипикуа, молодые семьи, практически 90% крипикуа именно начинают с покупки дуплекса или триплекса. Потому что в их понятии второй жилец в этом доме, который живет, допустим, на втором этаже, или на первом, или в бейсменте, он помогает выплачивать как минимум все таксы и какую-то часть ипотеки, что помогает в финансовом плане. Мы рассмотрим также покупка дома под ремонт, почему это может быть интересно в сегодняшний момент, и покупка доходного дома, то есть это уже коммерческая покупка, которая должна сам себя окупать, ну и со временем начинает приносить уже чистую прибыль. Вы, наверное, видите, как едет рядом с вами Мустанг, какая-то шикарная машина, современная, спортивная, мы поворачиваем голову, за рулем сидит старичок лет за 80, наконец-то, значит, человек смог реализовать свою мечту, купить Мустанг или, не знаю, там, Мерседес. Сейчас слышали, что есть такие, как зимние птицы, которые проводят по 4 месяца, зимних долгих месяцев в Майами, то есть как бы живут, ничем себя не ограничивают, путешествуют по Европе. Откуда у них эти деньги на пенсии? Почему нету русского пенсионера этих денег? Почему они есть у канадского? Какие-то есть соображения на этот счет? Откуда у них сотни тысяч долларов, которые вот они могут? То есть когда-то канадские пенсионеры купили дом, вот как, например, здесь написано, 1990 год. И сейчас уже, значит, прошло у нас, сколько получается, 29 лет, обычную ипотеку берут на 25 лет, максимум 30, то есть ипотека уже выплачена. Когда хозяин продает свой собственный дом, где он проживал, то, допустим, вот уже ипотека выплачена, продали за 200 тысяч. С этих 500 тысяч собственник не платит ни копейки налога в правительство. То есть это просто вот у нотариуса, он берет чек на 500 тысяч и кладет себе на счет. И он может делать все, что хочет. Скупить ему ставку и пожить ему в Баклориде и прочее, прочее. Или инвестировать там, не знаю, тоже еще во что-то. То есть это ваши деньги. Как бы вы живете, вы улучшаете свое условие в жизни. Вы не живете в маленьком апартаменте с одной или две спальнями или с соседями. То есть как бы вы живете в собственном жилье. Плюс вы знаете, что у вас за спиной есть ваши деньги, которые вы всегда можете продать, получить, либо жить на них на пенсию. И помочь детям. Давайте посмотрим, что же и каким нужно иметь деньги, чтобы заплатить первый взнос при покупке недвижимости. Если вы покупаете дом, квартиру или фонда, либо дуплекс. Дуплекс это значит у нас два апартамента. Вы являетесь собственником дома с двумя апартаментами. Вы должны дать 5% от цены на первый взнос. То есть, к примеру, если вы покупаете что-то за 400 тысяч, то первый взнос должен быть 20 тысяч долларов 5%. Если вы покупаете триплекс или форплекс, или пятый взнос на французский, в котором вы собираетесь жить. То есть, опять же, это 4 квартиры, в одной вы живете, 3 у вас на сдачу. В этом случае вы должны заплатить 10% на первый взнос. Раньше существовала такая теория, что когда вы покупаете доходный дом, банк не будет смотреть, какой у вас персональный доход. То есть, вы посчитали, так вот, три квартиры приносят мне 3 тысячи, то есть, все окупается. Сейчас ситуация изменилась, и с 2018 года даже покупка плекса, неважно, это триплекс, форплекс, пять квартир и прочее. То есть, банк не только рассматривает, какой приносит доход этот многоквартирный дом, но и обязательно вашу историю тоже. То есть, если, например, что-то случилось, какая-то ситуация непредвиденная, нужно сделать ремонт, значит, вам нужны деньги, и до этого дохода может не хватить, который приносит дома. Пока вы не сделаете ремонт, человек может уехать в гостиницу, в которой у вас живет, это его право. Допустим, там течет крыша и прочее, и прочее. Либо кто-то там, не знаю, просто удрал и перестал вам платить ремонт за этот аборт, ну, то есть, бывает такая дыра в бюджете, и банк все это учитывает. Поэтому они прекрасно понимают, что с такими ситуациями как вы будете справляться. Поэтому они берут тоже в расчет вашу зарплату, ваши доходы, чтобы вы могли покрыть вот эти дыры из ваших персональных доходов. По поводу пятиквартирного дома, конечно, это как бы мечта любого канадца, купить многоквартирный дом, сдавать его и жить на эти деньги. Что, в принципе, это вполне реально, и многие мои клиенты и знакомые именно так и живут на эти деньги, которые приносит от многоквартирного дома. По закону вы можете заплатить тоже 20% на пятиквартирный дом и больше. Например, если дом стоит 600 тысяч, то 120 тысяч первого взноса. Вот, ну, как бы люди, которые покупают дом за 250 тысяч, для них какие-то такие цены, которые я произношу, цифры 100 тысяч, 200 тысяч, кажется, это невозможно. Это все возможно, потому что откуда обычно берутся деньги на покупку, инвестицию во второй многоквартирный дом, на третий и так далее. То есть они все берутся как раз из вашей первой покупки. Почему я начала свою конференцию? С того, что именно первая покупка – это камень, который лежит в основании вашей пирамиды, которую вы должны построить. Потому что если вы хорошо купили первую покупку, и это дом или квартира выросли в цене, где-то через 4-5 лет вы можете пойти в банк. И с учетом роста цен на рынке и выплаченной ипотеки, банк может вам открыть кредитную линию. Вот, под эту кредитную линию вы и пойдете и купите уже второй дом. Опять же, через еще 4-5 лет у вас уже две недвижимости также продолжают расти. То есть вы можете пойти еще раз в банк, еще открыть кредитную линию. Естественно, банк не с закрытыми глазами дает деньги, он как бы смотрит, опять же, доход ваш персональный с вашей работы. Вот вы, значит, деньги заработали с первой инвестиции, не знаю, может там фондов в центре Монреале. Хотите уже купить риплекс, и все это как бы выходит по нулям, и плюс еще дает доход. Пожалуйста, вам еще деньги, покупайте еще, инвестируйте в недвижимость. Таким образом, как бы люди вот так начинают обрастать недвижимостью, и есть клиенты, у которых по 70 квартир уже, по 100 квартир. То есть и банк видит, что да, этот человек, он умеет управлять своим фондом недвижимости. У банка есть доверие. То есть, пожалуйста, у банк открытые двери и дает кредиты, ипотеку на следующие дома. Например, если приехали только недавно иммигранты и еще не стали резидентами Канады, Канадские банки, ну не все, но определенные канадские банки дают тоже ипотеку на покупку дома при условии, что вновь прибывший иммигрант даст 35% от цены на первый взнос. И доказательства, откуда у него эти 35%, то есть, как правило, требуют какую-то выписку из банка на родине, что там приходила постоянно зарплата, потому что в Канаде очень строго отслеживается отмывание денег и борьба с терроризмом, как вы знаете, чтобы не было отмывания денег в Канаде при покупке недвижимости.